А с вами стоят вот эти люди? Нет, их действительно нет. Не врите. Да я вам не вру. Сейчас вы стояли с ними. Анастасия Николаевна, я сейчас приехал со своим напарником. Вы будете дверь открывать? Вы заявили, что вас убили мужа. С нами никто посторонний не стоит. Честно? Так точно, честно. Можно открывать дверь? Открывайте вы безопасности. Анастасия. Да, слышу. Или вы опять скажете, мы никуда не поедем, и минут через 20 опять будете вызывать наряд полиции. Изъявляй, что вас опять убили мужа. Что? А вы не сможете с вами посидеть? Я не буду с вами сидеть, Анастасия. Вы поедете в отдел полиции для написания заявления. А на что толку, если изначально ваши сотрудники сказали, что их задержали на 15 суток, в итоге их выпустили? Какие вы наши сотрудники говорили? Вот, которые по поездке приехали. Вы сейчас, в данный момент, собираетесь ехать в отдел полиции для написания заявления об угрозе на убийство. А что толку, если... Хорошо, а что толку, тогда вы нас вызываете, если мы их не обнаружили? Я хочу, чтобы вы их арестовали. Для того, чтобы не их арестовать, мне нужно ваше заявление. Просто так я никого незаконно не могу задерживать. Так я уже писала заявление. Так вы, пожалуйста, собирайтесь и давайте проедем в отдел полиции для выяснения обстоятельств и всего остального. А то, что я не врезана в состояние, это не влияет? Не влияет. Честно? Честно. Поехали, Дима. Нет, она никуда не поедет. Извините. Так не звоните тогда в полицию. Извините. Извиняюсь. Продолжение следует... Продолжение следует...